Из реабилитационного центра 16-летняя Кира бежит в объятия Алены. Для подростка женщина настоящий друг и наставник. Знакомы они уже больше года. Раз в неделю Алена приезжает навестить девочку. Они гуляют, общаются и ходят по магазинам. Есть разница, какую часть у индейки кушать? Ножку, крылышко или грудку? Везде мясо. Везде мясо, но смотри, самое полезное мясо, там где меньше жира, это грудка. Вот ты ее как раз держишь. Познакомились Алена и Кира благодаря проекту наставничества. Женщина мечтала помогать детям, которые остались без родителей и вот-вот сами войдут во взрослую жизнь. А Кира подала заявку в проект, потому что хотела найти для себя поддержку и взрослое плечо. Просто подошли и сказали, типа, каких тебе нашли наставника. Все, не дали ее номер, чтобы я с ней поговорила и ждала очень сильно встречи ее. Хотела узнать, какая она. Для Алены это уже второй ребенок в проекте. Первый выпустился и живет самостоятельно. Чтобы стать другом и хорошим наставником, Алена несколько месяцев готовилась и проходила тренинги у психологов. Там учили смотреть на подопечных без розовых очков и рассказывали, как действовать в экстренных ситуациях. Что они делают? Они вам звонят по телефону и говорят, Алексей, скинь 300 рублей. Алексей говорит, нет, 300 рублей не скину. Ты где? Я за тебя волнуюсь. Давай-ка я тебя довезу в дружище обратно в детский дом. Пару наставник ребенок подбирают психологи. Важно, чтобы они подходили друг другу по темпераменту и интересам. Для кандидатов есть условия встречаться с ребенком не реже раза в неделю и продолжать общение минимум один год. Составляют такой микропортрет наставника. Я понимаю какой-нибудь темперамент, что он ожидает от проекта и что он может дать ребенку. С детьми я тоже знакомлюсь с каждым самостоятельно. Это такая небольшая беседа, где я тоже узнаю у ребенка, что он ждет, что он бы хотел поделать с наставником, что он хотел бы узнать и чему научиться. Наставничество работает уже два года. За это время психологам удалось создать 54 успешные пары. Взрослые учат детей финансовой грамотности, оплачивать коммунальные услуги самостоятельно и заводить новых друзей. В проект берем детей тех, которые не хотят идти в приемную семью, не готовы на это. По результатам общения с наставником, мы так думаем, что скорее всего ребенок понял, что есть нормальные, хорошие, адекватные взрослые, с которыми можно общаться, которым можно доверять. И в результате согласился на предложение детского дома уйти в семью. По словам организаторов, далеко не каждый желающий может стать другом для подростка из детского дома. Из группы в 19 человек до встречи с подопечным дадут только 3-4 человека. Кто-то отсеивается сам, кого-то не пропустят психологи. Но желающих с каждым набором все больше и больше. Я сам из отца рос, я понимаю, когда как-то идет однобокое какое-то воспитание или наоборот, вообще нет родителей. То есть, что человеку сложнее социализироваться. У меня, к сожалению, нет детей. И я подумала, что я смогу реализовать этот потенциал с детьми-сиротами, помогая им таким образом. Есть ресурс, который я могу дать этим детям. Сейчас своего старшего друга ждут около 50 детей-сирот. В месяц у организаторов проекта получается знакомить не больше трех пар.